Я работал с удивительным человеком, представителем колхоза имени Фрунзе, Василий Аковлевич Горин. Пусть сейчас ему пьется по-доброму. Это была Белгородщина. Так случилось в моей жизни, и я должен был быть заместителем этого удивительного человека. Так вот, его почерк работает. До сих пор колхоз Фрунзе работает на Белгородской земле. До сих пор он почти одну треть валового продукта, сельского продукта области дает. Это гигантское хозяйство, могучее хозяйство. И вот как он работает. И вот у него установка на то, что невозможно человеку не сделать работу, она сработала так, что даже сама земля сейчас, на которой колхоз находится, она регулярно, уже независимо от внесения удобрений в нее, дает 50 центнеров с гектара. Регулярно. И я предполагаю, высказываю свое тихое такое предположение, что она сама, как биокомплекс, кожевой организм, смирилась с его требованиями, и уже поставила, как она сказала, все равно 50 центнеров. И она регулярно дает 50 центнеров. И, кстати, в этой связи попутно была у него агрономом Люба. Она закончила техникум сельскохозяйства. И вот он ее как-то решил с работы подвинуть, и в другой колхоз, по-моему, жданного. И передал. А у себя решил сделать филиал «Восхмела» в Академии сельскохозяйственной. И появились ученые, доктора наук у него. И через год уже урожай стал падать. Потом еще ниже. Он стал нервничать. А он был такой человек, у него обязательно должно быть все самое лучшее. Но вот такой человек. Вот только на максиме работы. И вот когда у него урожай стал падать, для него это был психологический удар. И он эту Любу стал искать. И я как раз пришел к нему на работу, еще молодой специалист. Вот он говорит, у тебя черный костюм есть? Жарища такая. Еще у него опять черная. Я говорю, есть. Он говорит, одевайся. Вот я этот черный костюм одел, не знаю куда, сел. Он молчит, молчит. И так приехали до конца. Приезжаем мы, поселочная дорога. И вот смотрю, женщина идет. Так как руки расставила. И поет. Он говорит, видишь, колдует. Вот что она делает сейчас? Не мешай, не мешай. И вот мы нашли ее эти тапочки, такие задники примятые. Мы машину поставили. И вот стоим, ждем. Она увидела его. Приходит, здравствуй. Я говорю, вы что? И вот он, этот герой слов труда. Седой человек. На колени. Бух прямо в пыль. И говорит, Любушка, вернись. Прости мне, дурака старого. Как я мог поменять тебя на этих яйцеголовок? И, а я стою, думаю, мне тоже стоили на колени. Уже сопровождаюсь неудобно, как что он утошел. А на колени стоять, думаю, что вообще кино получится. Ну вот. И вы знаете, вот он ему говорил. Он ему говорил, но как он работал. Пока мы ехали и перевезли уже. И он главного своего инженера просил покинуть новую. И только что он там несколько, может быть, недель заселился дома. Сказал, я тебе дам торт на той-то улице. Остроили мы мощно. И он, инженер, переехал, потому что Любу везут. Агронома, человека везут. И она приехала. Уже на самом деле поднялся. А почему я и об этом рассказал? Потому что отношение. Самое главное, что мы сами развиваем в человеке, это отношение. И вообще это и есть единственный способ развития, когда мы включаем детей в отношение. В отношение к Родине. В отношение к Земле. В отношение к Матери, к Отцу. И чем они, эти отношения, чище, светлее, крепче, тем развитее психика. Больше нет ничего другого. Если отношение, связь, то есть есть, у элемента с системой. Система обеспечивает его энергией и знанием себя. Если нет отношений у элемента с системой. Она любая система. Она, скажем, в данном случае, это система ООО. Это Вселенная, весь космос, вся планета. И, наконец, наш род, человечество, Родина, отношения. Вот у Гориного, он до сих пор, и слава Господи, что он живет, он живет до сих пор. Он уже под 90. Недавно его показывали по телевидению. Он такой же бодрый, сильный, такой же горячечный. Таким же отношением к человеку, к земле, к жизни, к Родине, в масштабе правителя. Вот это вот Люба, отношения, она шла и пела песню. Она любит свою работу. Она разговаривает зерно. И зерно отвечает ей в ответ. Все живо. Гораздо больше, чем мы догадываемся. Попутно вот за мной и с нашей концепцией. По отношению к образованию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому я думаю, что Вы знаете, в нашей жизни И с вами И Ордина Они, к сожалению, имеют больше следового характера. Было, но родили. И тут же думаешь, а что делать дальше? Поэтому лучше будем смотреть На того, кто мне вручил этот микрофон. Спасибо большое. Здесь учителя? И дети учителя. И дети учителя. И дети, и учителя, и адресность, и родители. И библиотекарь. Спасибо вам, что вы собрались. Вы нас так тепло встречаете. И я думаю, размышляю о том, какие здесь люди. Кстати, мне очень понравились здесь. Здесь очень много умных людей. И я вспомнил, когда я начинал готовиться к защите нашего проекта «Школа будущего». И мне попалась работа физиолога. Вот я боюсь ударением туда сделать поршни. Поршни были поршнем до сих пор. Физиолог, поршни были поршнем. Но выдающийся физиолог. На мой взгляд, один из крупнейших мыслителей 20 века, который остался как-то так вот за бортом внимания учителя. Вот он пишет, что развитие идет в пограничных средах, особенно стильных. А здесь у нас встреча самого крупного океана. И неужели кто-то крупнее, не тихого океана. Во всяком случае, это очень крупная часть, где собрана гигантская информация, если обратить внимание на последние данные по воде. И самый крупный, это уж точно, континент. Вот. И такие мощнейшие среды встречаются. И здесь должна быть точность, а активность. Я поэтому еще и так вот все время присматриваюсь, думаю, вы тут правы. Я уже встречаюсь на четвертой раз, на четвертой аудитории. Очень приятно видеть умных людей. Не было ни одного глупого вопроса. Самый сложный, отвечательный, глупый вопрос, и делает вид, что это не так. Вот у вас, слава богу, нет ни одного глупого вопроса. Идите внимательно, слушающие, слышащие. Так, как ехать к тему нашей встречи. То есть, может быть, мы в какой-то раз пойдем по вопросам. Про допустим, такое предупреждение, он теперь сложный будет. Не задавайте. Почему ваша система, она внедряется в школу России? Я думаю, что это вопрос самой России. Я считаю, что моя задача – работать на мою родину. И так, чтобы труд в свой час был помедленнее. Значит, еще не созрели условия. Я настолько люблю слово «Россия», что мне даже не хотелось бы ее в чем-то упрекнуть. Я думаю, что, скорее всего, не в России, а вот в тех социально-экономических условиях, в том социально-экономическом пространстве, далеко от России. А я весь на России. Я думаю, что я в России работаю с самого начала, и только, чтобы я живу на свете, я все время в ней. И она во мне. И у нас тут нет проблем с ней. Речь идет о социально-экономическом пространстве, в котором сегодня мы с вами пребываем. А оно не Россия. Потому что Россия – это очень глубоко. Это сакральное отечество. Это прямые ценности, которые выходят за пределы прагматических. Мы сегодня с вами вступаем в контакт с западноевропейским мышлением и западноевропейской цивилизацией. А сама по себе Россия, напоминаю вам, это же Харклинг, это сердце Земли. Это явление, которое живет высшими ценностями. Наша самая страна святая. И нам еще тянуться и тянуться до России. И слава Богу, что у нас еще есть такая возможность быть в ней. Мы часто бежим куда-то. Я, мол, туда съездил, туда съездил, в Россию. И приехать. Приехать бы в Россию. Не только поэтому. Просто ко мне, это вопрос ко всем вам. Почему мы стали так трудно внедряемся в Россию? Вот у нее бы страстить, она бы нам столько бы ответила, столько бы мы услышали с вами упреков. И мы, конечно, все совестью там. Вот совестью мы в России. Как только пошел рассудок, мы из нее вышли. Мы сейчас задавали вопрос, как вы относитесь к ЕГЭ. Вот если ЕГЭ мы принимаем, то мы далеко уходим от России, потому что Россия – это страна, вриющаяся, в смысле этого слова, авось – это непредсказуемость. В непредсказуемом. Человек – явление творческое. И он приходит в этот мир, чтобы, соприкоснувшись с творческим процессом, все развиваться и все развивать. Он – творец, по сути своей. И Господь создал нас, по-моему, по-моему, стоимость своему для того, чтобы мы заучили стандарты. А потом, в итоге, всех наших деяний до 17 лет, сказали, вот я теперь готов в Россию, да кому-то нужен такой. Это вот я имею в виду ЕГЭ, ЕГЭ, Потому что стандарт, сам по себе, любой стандарт, даже самый лучший, эталонный стандарт, если мы все его выучим, мы станем крупными делами, другого у нас будущего. Потому что человек интересен тогда, когда он смог изнести все. И когда ребенок выходит один с одними качествами, его с другими качествами, у одного одна мысль, у другого другая мысль, и все эти мысль, они необходимы Родине, тогда мы выпускаем настоящих соотечественников, и им самим легко жить. Потому что ежемнгновенно меняется все в мире. Ежемнгновенно. Вы же помните, особенно тем, кто размышлял над проблемой развития человека, он стал в такое счастливое время, это 80-е годы. Кстати, при всех, кто бы там не плел на советскую власть, но в ее финише она думала о детях. Никогда еще не было такого времени. Помните, какая была пресса, это вот время педагогов-новаторов. я просто знаю, что я говорил, я пережил это все, я видел это. Это мощный спресс уважения к личности, мощнейший. Мы сегодня все говорим о том, что демократия, демократия, надо уважать личность, но то, что ЕГЭ просто стирает вообще личностные качества, даже в рабовладельчество в обществе такого не было. Я думаю, что раб просто такой не нужен. Зачем раб, который выучил какие-то правила, их повторяет, вызывает и думает, что 1-й нужен рабовладельство. Даже рабовладельцу такой раб не нужен. Любому человеку, деловому человеку, везде нужен мыслящий человек, творческий, активный, собственными идеями. Нам особенно сейчас нужно понимать, я думаю, вы это понимаете, просто прямо на краю стоите, над вами нависает мощнейшее государство количеством, во всяком случае плане, по-моему, 120 миллионов. Вот рядышком вот тут Китай, да? Вот на границе с вами, вот здесь, по-моему, это провинция. Да, иду другую провинцию, или что-то никто. Ну вот, рядышком, здесь, правильно, границе, а у вас здесь всего в этом регионе 2 миллиона, да? Вот 120 и 2. Очень мощная, сильная Япония. мобильная, динамичная экономика ее. Так ли, да? А мы что с вами? Я посмотрел в порту лес, 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 и теперь лесные корабли. И лес, 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 и это лесные корабли. Вот технологически нам нужно сейчас идти вперед. И мы это все сами знаем, потому что кончаем не кончаем как и кончаем газ. Получается так, хорошо, когда говорится, кончаем, хотел сказать, вот сейчас кончаем. На самом деле кончаем и кончаем. А потом что? Сырьевой предат бананова республика. Мы разве этого заслуживаем. Поэтому сейчас я считаю, нужно самым, ну не знаю, самым возможным, фундаментальным образом пойти на протест против этого ЕГЭ. Я вас не призываю на бунт, но призываю быть честными перед этими. Нельзя допустить, чтобы ЕГЭ осталась даже в законе. Кстати, вы не обратили внимание, почему какой-то обычный процесс тестирования, ну что из этого делать? Ну тестировали может быть таким, может быть таким, может быть таким. Это сколько угодно возможности посмотреть те или иные качества того или иного процесса. Так ли, да? Почему нужно именно этот процесс, именно такой формы завести решение Думы? Кто с этим снял? Какие деньги? Опять я туда прошел я. Давай сейчас, я отвечал на первый. Так, есть ли ваш учеников дети из Приморского края? Есть, наверное. Как попасть ребенку в вашу школу? Я думаю, что это, я отвечаю, как я думаю, это Боже не делал. Вы знаете, не верите или не верите, потому что вы тут на второй стоите и у вас тут разные конфессии. Вот я человек верующий, просто по жизни я стал верующим и я знаю, что никто никуда не приходит просто так. Вот я к вам приехал. Могу, конечно, сказать, почему я приехал сюда. Это будет выстроена какая-нибудь модель представлений, но почему я приехал на самом деле, знаю только Господь. и вот дети попадают к нам по законоподобию, так бы я сказал. Кому надо, тот и придет. Конкурс у нас ниже, чем тысячи, человек на одно место не бывает. Ну, как такого конкурса мы не проводим, просто мы однажды посмотрели, сколько у нас желающих по заявлению и сколько у нас получается мы можем взять. И так вот однажды мы посчитали потому что я сейчас приеду, у нас будет прием и так каждый день, практически каждый час везут детей, собеседование и если возможность есть, хотя бы на эти два дня мы берем. Если ребенку интересно то, что делаем мы, это уже первый шаг нам на встречу. Если у нас есть возможности в местах принимаем сразу, если нет, ставим его на очередь, а потом приглашаем, вызываем ее. Так мы становимся нашим сотрудником. тут вот один человек не на вопросе задал сейчас. Мы младшим ребенком, это можно сами потом лично, есть у вас издание учебников и театуры. Вообще, что касается учебников, я считаю, это принципиально. Учебник должен делать учитель вместе с учеником на каждый год. должна должна быть программа, система требований, я согласен с этим, чтобы как-то соотноситься. А вот сам учебник это явление творчества детей, учителей, конкретного коллектива. Потому что все равно живее, чем учитель, не скажешь. И у каждого учителя все равно свой учебник, даже если он его не написал. Поэтому лучше, когда это творческий процесс коллектива, в котором ребенок учится. Готовите любые кадры для... Вообще, слово, внедрение, это больше развивки. Готовите любые кадры для внедрения вашей системы и другие регионы России. Ну, скажу вам так, что такой целью мы раньше не задавались, а вот сейчас есть такая потребность, в частности, мы сейчас конкретно работаем на Татарии. С этого года мы по просьбе правительства Татарии работаем на кадровый потенциал этой республики. Мы готовим для них учителя, программа называется «Универсальный учитель» для села. Это реакция правительства на подушное финансирование. Я так имею в виду правительство Татарстана. Они просто хотят спасти деревья. А наша технология, если так можно пользоваться, образовательная, она ориентирована именно на разрешение этой проблемы. мы готовы подготовить учителя, который будет вести все предметы в школе. Их вообще не надо так вести. Если в школе работают коллективы учителей как ансамбль, и каждый из которых знает, что читает его коллега, это здоровая среда для того, чтобы он мог попасть в цельную системную направленность в освоении предмета, часто все идет плоскутно, эклиптично, пипеточно. Там капля, там капля, там капля. А вот так все соединить в одно, в одно слово, жизнь, в одно слово, истина, я думаю, ну, давно уже пора. И а в сельской школе там особенно актуально, потому что здесь физик, математик, биолог, а он 703. Конечно, получается, что надо их детей увозить в интернат. А может, где-то вот самая деревня, она и есть же на шармоте, но правда, где напрямую непосредственно встречается человек с природой, обычаи, традиции, живые песни. Ну, собственно, народ, он еще жив, поэтому, конечно, я считаю, что надо работать на деревню. И поэтому мы сейчас в первую очередь работаем на этом направлении, но с ним интересно. То есть, вот, конкретно отвечает вопрос, сейчас работаем в Татарстане. Работаем мы даже на Белгородскую область и там и там инициатива глав этих регионов. Белгородская область это у губернатора Савченко, а здесь Шайни конкретно. Разрабатывается принципием новой концепции исторической школы. Расскажите об этом. Мы действительно занимаемся историей, это один из самых главных наших предметов. Мы занимаемся основательно этим направлением 18 лет уже. 18 лет у нас работает исторический факультет. Мы выпускаем кадры высшей квалификации. И я думаю, что мы действительно можем считать себя исторической школой, которая всего лишь затребована. Чем отличается она? Во-первых, мотивации. История это тот предмет, без которого личности не существует. По нашему представлению, прорастание отношениями с прошлым это значит продление жизни ему. А если мы просто вбрасываемся, впрыскиваемся в жизнь, не понимая логики происходящего, мы рискуем выброситься из жизни, она просто забросит, что-нибудь происходит с недоумением, что это заявление впрыгнуло в логику, в которой уже несколько тысяч, десяток тысяч миллионов лет. Кстати, это имеет очень большое значение для того, чтобы мы пришли к успешности в любых областях жизни. Представьте себе, когда Господь, работая крупными мостами, космическими эпохами, идет логика, и в этих процессах наши прорачивы, принимали участие, и вдруг кто-то пришел, впрыгнул, и что-то там начинаешь обрушить, реформы, революции, реформы, революции. В конце концов, смотришь, что вчера утверждалось, сегодня уже переутверждается, тот, кто был вчера умный и уважаемый, уже не такой, и это все от того, что мы дергаемся, какие-то конкурсии в мире жизни. Поэтому нужно любить историю. Почему любить? Потому что без этого понятия невозможно. Историю мы можем только интуитивно прочесть, а это значит отношенческие. Когда я люблю мою родину, я люблю мой народ, я понимаю тогда богику и его развитие. И что очень важно, мы предаем большое значение чувству истории в этой связи. Обычно мы работаем круглыми столами. Это вот садимся кругом и лаборатории работают по эпохам. Любую проблему какую бы ни рассматривали мы смотрим через соотношение времени одного со всеми временами, которые можем охватить сегодня сознание. Но все-таки вот в этом круглом столе здесь работает скорее всего сверхсознание. Я хотел бы, чтобы обратили внимание на шестовидную железу. Вот когда мы затрагиваем какие-то очень важные проблемы жизни, фундаментальные, которые трогают наши гены, она работает и это может быть самое главное для того, чтобы понять на физиологическом уровне, что происходит с человеком, когда он развивается. Развивается его интуитивное, то есть сверхсознательное. Это больше, чем сознание. И вот это именно дает развитие. У него появляется целостность, мир восприятие и то самое чувство знания, помогает ему потом во всей его жизни. Историческая школа наша, на мой взгляд, позволяет работать человеку независимо от профиля будущей деятельности успешно. Почему? Потому что включение в поток информационно-энергетический дает человеку возможность работать как универсуму в универсуме легко. А ежели только он выключен из этого единого целостного потока, у него возникают проблемы. У нас особо остро сейчас стоит проблема 20-го века. Я считаю, что в этой оголтелости по отношению злобной оголтелости, по отношению к советскому миру жизни, мы очень много сейчас теряем. Просто в пользу случая расскажу свое наблюдение. Сейчас пришли равноги фамильников. Я хочу, чтобы мы не обратили внимание. Наследие это быть может догадка, может считать этой гипотезой, но вот как мне в голове отражается, я обратил внимание на то, что наши пращуры давали фамилию по имени прадеда до Петра Великого. Почему это было так? И не связано это с тем, что человек как информационная система он работает в этих циклах Теза, Антиказо-синкос и снова Теза. Получается, через два поколения происходит принятие наследия. И каждый из нас прочистит правую, правую, каждый из нас. Так вот, представьте себе, как нам работать с детьми, которые правы, фронтовиков, фронтовиков. Если вся сегодняшняя информация работает на отторжение их от прадеда, потому что прадед, ведь он и строил Советский Союз. Что такое Советский Союз? Это ведь не просто директивы, партийные съезды, это жизнь людей, переживание. Еще не забудем, что ведь это тот самый период, почему фронтовиков я вспомнил, потому что это самый высший всплеск духовности, святой духовности, потому что именно то поколение, оно защитило весь земный шар от фашизма. Если правда смотрели в глаза, и тогда получается, что это выдающееся наследие, огромный всплеск энергии остается незатребованным. И тогда что получается? Пришел по циклу их период, сегодня время фронтовиков, по циклу рвется теза энергетических, информационно-энергетических, эта теза рвется в эту эпоху. И те, кто должен принять, не принимают, что получается? Подавление их психики. И поэтому те люди, которые это понимают, должны учесть, что мы все работаем в циклах. Внимание надо смотреть, что мы находимся в реке информационно-энергетических процессов, и от этого никуда не деться. Будет лето, потом после этого осень, после осень будет непременно зима, а после зимы будет весна, и так далее. И не учитывая теза, значит, мы будем в состоянии неадекватности. Поэтому уважительное отношение к советскому периоду жизни сегодня просто необходимо, если мы хотим с уважением смотреть в глаза правнукам тех, кто в свое время, когда был прадедом по отношению к себе, совершил величайший подвиг. Это выдающееся было время, всплеск активности, направленный на общее благо. Что еще можно пожелать для счастья человеку? И вот, когда вспоминаю мое взрывы с моим отцом, он фронтовик, и как он не признавал сопротивляться внутренне, психологически процессом, который назывались перестройка, он удивлялся, он говорит, что они делают? Он обычно говорит, эти, все говорят, эти, что эти думают, говорил он. сынок, мы с матерью, он так говорил, всю жизнь отдали Родине, мы работали на будущее, мы верили, что наш труд будет иметь смысл в завтрашние дни, и мы не требовали себе ничего, мы работали на Родину, и мы хотели, чтобы она была такой, где мы были счастливы, и выходит эта энергия, их устремление, даже мысли все, куда они делись, их надо обязательно подхватить, значит, нас слетет эта энергия, а она у нас, наша счастье, надо просто взять и бережно попросить прощения наших пращуров за все, что мы понаговорили, где нам оклеветали просто их жизнь, оскорбительность вебели, и сезон на телевидении и так декорсули, и принять благодарность все, что нам оставили, это что касается истории, вообще нужно к истории относиться очень аккуратно, мы ведь знаем, что о покойниках либо хорошо, либо никак, но ведь речь идет не просто о покойниках, которые где-то там абстрактно находятся, это наши родители, наши дети, конкретно, их жизнь, их мысли, легко сказать, матери, вы за мать, не знали, что, как надо сейчас жить, я помню, как эти последние годы, 70-е, 70-е годы, помните, там, Люмбу, фильмы, когда были даже до понедельника, отцы и дети проблема раздувалась, а нам нужно было наоборот их снимать и искать возможности для соединения стариков и детей. Вот я вырос среди горцев, у меня вырастили горцы, я русский, у меня батя Лолжанин, мама с Волги, я русский, честокровный, да еще и казак, еще мой такой рог ядреный казачий, в Гуран, и казаки терские, они прям в непосредственном соприкосновении живут с горцами, поэтому я рад тому, что меня горцы вырастили, и я принял их почитание старшего, и я очень благодарен, что я это в себе несу. Вот если кто-то был на концерте, обрати внимание, там такой есть текст, любимые горы, кавказские хоры, нет, это вот из сердца, я просто люблю мою родину, мой Кавказ, у горцев почитание старшего, этому нужно учиться, а что у нас нет почитания старшего, забываем просто это, и теремисты как народ, мы же не бревна на дерево посмотреть, листья, ветви, ствол, корень, без этого нет жизни, если ребенок не работает на родину, значит он работает против себя, оторвался, вот и полетели листья, вот и нас, кто-то рекатит поле, цинизм, терроризм, это все одно, куда же. Как давно разрабатывается в декосе интегративный курс и именно каковы перспективы шоков внедрения? А, куда-то еще могу? Вообще, мне кажется, вот сколько мы работаем в области эксперимента, сколько мы работаем на этом направлении, но я хотел бы сказать вам о том, что это процесс, который будет всегда, потому что систематизация это же определенная взаимосвязь информационных компонентов в определенную логику и найти центральное начало в системе это всегда проблематично и зависит от того, какой контингент с кем мы работаем, кто автор, сам, у него свои подходы, а если ущество всеми этими процессами занимаются дети, то это еще их и собственное лицо, потому что информационный комплекс и информационная система это творение, и поэтому столько подходов может быть я думаю что это будет всегда а вот интеграция между системами системы физики, системы тимарки, системы химии это тоже такое же регионе творческое почему мы не упускаем учебника потому что мы просто призываем к тому чтобы люди занимались этим но не рекомендуем им делать то, что делаем вообще я бы хотел чтобы каждый человек думал собственной головой что у нас получается слава богу я же не просто теоретик это можно посмотреть но получается работа здесь облегчается работа самих детей поскольку они включены и им самим интересно познавать на процессе потом здесь волей-неволей соединяются в один ансамбль коллеги различных направлений и они впервые думают о взаимодействии и в конце концов находятся в положении самого воспринимающей информации потому что мы часто очень знаем свой предмет открываем его часто прекрасно натыкаемся или сталкиваемся с непониманием удивляемся почему происходит потому что ведь человек все время мыслит постоянно думает из этого его жизни нет и поэтому подумайте что происходит когда мы пипеточно даем информацию кусочек оттуда кусочек оттуда кусочек оттуда или даже если мы прямо такой пронесли просто система сама по себе система по себе даже если в идеале взять и сама по себе все равно в один мозг ребенок укладывает он же интегрирует постоянно и может из этого невозможно понять у него у него все равно интеграция только стихийно а мы просто идем ему навстречу вместе с ним думаем больше тут ничего дети разные значит и систематизация разная значит интеграция разная это нескончаемый процесс вообще я не хотел бы внедряться в жизнь я просто ее люблю я хочу жить проживать вместе с вами и с троллей вопрос сейчас ваше понимание процесса проявления детей интегра интересно совсем недавно корреспондент известий приезжал с этим вопросом я отвечу так как я ответил тогда ему потому что мнение мое неизменность интегра это обыкновенный день в моем понимании это просто дети которые еще не успели попасть в пресс социализации это видимо родители по любви родившие и сумевшие сохранить к ним уважение и не задавившие их своим диктатом вот это вот индика потому что ребенок он изначально гений кто может быть где-то когда-то собирал литературу материал по истории моей жизни может быть так вот была в моей жизни дискуссия спанья никого она была на странице комсомольской правды по теме дни шла называлась на талантом наших рукавов любви с восьмидесяти века 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 и думаю что правомощник было бы сказать так как говорится мы николай второй мы решили это будет правильно у ученых это кстати принято на наш взгляд очень правильно потому что кто такой я ну кто такой я без моего отца без моей мамы без деда без бабушки без моего прадеда прабабушки и так далее что это разве я только что родился разве мне какое то количество лет лет нет лет поэтому там сколько тебе лет вечность да так человек чувствует все правильно поэтому кто-то кто приближается к вечности он индига и чем больше он вечным тем больше он индига поэтому не ищите в одних индиго а в других отсутствие в каждом ищите индиго в каждом Потому что в нем сидит же все равно тот самый главный. И какая тоска у него, ежели его не видели, что он именно генетика. То есть то самое явление, которое знают. А разведите не знают? Они и все знают. Если мы на самом деле несем себе генетическую память, если мы несем себе образ жизни, проверенный тысячелетиями, это и есть наша знания жизни. Кстати, вот это и побуждает думать, что как же можно с таким явлением взять его и на стандарт пустить? Сколько в этом неуважения. А что ты сам думаешь? Ты же индига. Тебе века и века. Спросите у ребенка, что он думает. Если уж мы сегодня ходим в храмы и наблюдаем, как наши политики там крестятся, то тогда же, это же просто, ну, я думаю, почему церковь молчит? Ведь Господь тогда где? Если только еггер мы принимаем, то что мы тогда не принимаем Творца. Он же ведь Богом посланный, чтобы сказать слово. А мы должны его услышать, кто принимает его слово. Поэтому мне кажется, школа должна больше быть не говорящей детям, что надо делать, а чтобы она была слушающей, слышащей, что они говорят сами. И аккумулировать, вот так сказать, интегрировать их, систематикам всегда. Интегрировать их, помогать им, содействовать их росту. Я думаю, вот так ли ответил на этот вопрос. Вопрос, как можно преподавать вроки здорового образа жизни? Как проникнуть детей? Как побудить ребенка любить самого себя? Так, да? Я думаю, что собственной любовью к нему. Я обычно считаю разговор «Так, ты хочешь быть президентом?» Или правителем. Так, надо покорректнее. Если ребенок говорит «Нет», то я удивляюсь. Спрашиваю его «А у тебя была какая-то мечта совершить что-нибудь крупное, очень большое, важное для всех-всех-всех на Земле?» Была. «Ну ты что ж еще не глядал?» Был усил. «Ты что, не веришь в саму себе?» Начинаешь работать с ним. Потому что дети все правители. Как и каждый нормальный психический человек. Не правит только тот, кто уже бросил самого себя. «Что я такой? Я маленький человек». Ведь ощущение себя правительным это естественно нормальное состояние. Здоровые клетки в организме, если клетки в организме работает на весь организм, то тогда организм клетку и принимает сумажение. Если вот мы с вами не работаем сейчас как правители России, то только по нашей глупости. Мы бросили просто и подчиняемся одному безумию, которое меняется другим безумием, а потом сетку на какую-то странную жизнь. А кто же ее делает? Мы же сами знают, что это мышление. Ведь мысль – это энергия. Ищем какая-нибудь, а энергия – которая направлена в общее благо. Кстати, мы очень основательно стараемся рассмотреть каждую планету. Смотрите, в русском языке слово «мысль» есть «мы», «с» или «ми». «с». Это имя поток. Слышите поток? Слышите поток? И его звук «с». Слышите? Это соединение всех процессов в один процесс, в одно лицо. Вот мы, находящиеся вот в этом потоке любовью, ль, в нашем языке. Но мысль сама по себе это не просто информация таким образом, а свокупная информация, которые имеют отношение к подтверждению блага. То есть, если от того, что мы утверждаем, изнилось все к лучшему, мы утверждаем. А если мы утверждаем и не меняемся к лучшему, а наоборот портится, не утверждаем и не утверждаемся. В нашем языке есть такое понятие «несмысл». И значит «не жить». Если «несмысл», значит «не жить». Получается, если я мысль несу, то несу жизнь. Так ли? Да? И в этом, когда я отношусь с уважением к его устремлению, к высшему устремлению, я побуждаю ее уважать самого себя. Я ищу в нем его мысль. Кстати, это вот ответ на этот вопрос я чуть-чуть раньше затронул по-разному шляпу по поводу индига. Спрашивать. А как ты думаешь? Проблемы с детьми, если есть, значит нет вопросов по родителям. К ним. А как ты думаешь сам? А как ты сам думаешь? Давай просто посоветуемся. На отчет теряем детей и от того, что мы думаем, что они еще не понимают. А если обратиться с просьбой по помощи? И он впервые начинает осознавать себя в личности. Что касается его уважаем. Спросите у ребенка. И он начнет уважать самого себя. Раз он не спрашивает, значит я знаю. А как же тогда ему себя не любить? Вообще, если человек себя не любит, то он не любит никого. И потому что ты про себя? Разве я себя люблю? Я люблю весь труд моего рода. Я уважительно отношусь к отцу и к матери, ибо я их произведение. Я люблю отца и мать. Так можно, когда я уважаю своего себя. Но размышляешь на эту тему, в конце концов приходит у него чувство собственного достоинства. Я знаю, что государство требует сегодня высочайшего профессионализма от того, кто правит. Но я также знаю, что этот профессионализм явление больше надуманное. убежден, что настоящий правитель это всегда тот, кто работает интуитивно. Ему невозможно часто бывает осознать, почему он это делает. А вот схватывает все в целом и так по чувству, по сердцу, по совести, по чести поступает и точно попадает. Представьте себе, столько информационных процессов и всех надо соединить. К нему пришли на три минуты всего. Человек излагает точку зрения и нужно понять и точно принять решение не загубить идею самого человека и свой авторитет, ее глаза. Как можно это сразу схватить? Только интуиция. А что такое интуиция? это вот чувство всего в целом. Когда я все чувствую сразу. А раз так, то это значит работа правителя, это работа по соединению всех энергий направленных туда, куда он сам идет, то есть к общему плану. А если этим занимается каждый и без этого он не может вообще жить на свете, то нет тогда вообще из его процесса жизни. Поэтому все равно правитель это каждый человек. Вы, пожалуйста, обратите на это внимание. Мы сегодня вступили в эту эпоху мощнейшего разделения. Вот они богатые такие, что просто не смотреть, а вот они бедные, что невозможно смотреть без сострадания. Такого не может быть. И дело ведь не в том, что мы так материально разделены, мы прежде всего разделены духовно. Мы чужие друг к другу. А тогда какая же мы Родина? Тогда может выходит, кто мы такие разрозненные, разбрызганные каждой из своей информационной ниши? Мы одна, единая целостность. Когда мы Родина. А единая целостность, когда у нас есть одно центральное начало, когда мы его творим все. Ну, по логике любого организма. Дух не может быть здоровым, если клетки его в родственник пошли. И это очень важно. Поэтому я считаю, что воспитывать у детей чувство собственного достоинства, как тех, от которых зависит прямо сейчас жизнь отечества, это нормальный процесс и правильный процесс. планируется создание филиала на базе вашего лица. Я вообще больше исходил к тому, чтобы, если у вас будет такая возможность, открывать, если так вот сейчас можно сказать, под нашей крышей, больше самостоятельных учебных заведений. Чем больше коллектива думающих ответственно за ребенка, тем лучше. Вот мы сейчас находимся в таком состоянии, наш коллектив, очень непростен, сложном, финансово-героническом состоянии, где мы находимся. Мы вышли из федерального финансирования, ну, под общим решением правительства, просто нас перевели на краевой бюджет, а мы, наверное, пошли. Я отказался от краевой бюджета и три года мы идем вот в таком вот вакууме. И тут очень непростая сейчас у нас жизнь. Мы федеральное учреждение, в прошлом году мы лицензию федерального снова получили, через пять лет так положено. Но бюджет у нас не федеральный. И бюджет у нас не краевой. Нас просто нет никакого бюджета с точки зрения государственности. И мы вынуждены были создать свою строительную компанию. Мы вынуждены работать сейчас в области торговли, приближаемся к такому крепкому положению в этом направлении. Сейчас вот наша группа детей, студентов наших находится в Питере, мебельная фабрика для запуска мебельной фабрики у нас и строительного столярного производства. Мы с большим интересом работаем со всеми делами кругами, оказываем помощь, и за счет этого сами имеем средства. Но я впервые оказался в ситуации, когда нужно думать электричество, канализация, вода, а если у нас еще питание бесплатное, обучение бесплатное, это наш принцип, кстати, наша позиция. И это все не так просто. Там леса, я угорючу, большой автопарк свой. Ну, так вот, то есть в области финансо-экономических проблем мы в самом прямом смысле принимаем участие, и я просто ощущаю пульс страны. И мне даже это понравилось. мне показалось, что, во-первых, испытываем систему нашу на прочность, а во-вторых, мы еще и создаем новую модель образовательную. И у нас сейчас есть такая мечта, мы хотим создать такую финансо-экономическую базу, чтобы стать генеральными спонсорами всех проектов, которые имеют отношение к улучшению качества образования в стране. И я думаю, мне этого добьется. Это будет лучше, чем открывать филиалы. Вот у нас сама структура нашего коллектива, лицея нашего, она строится по этому принципу. У нас есть три ассоциации. Ассоциация Синголия, она охватывает собой несколько научно-педагогических объединений, которые включают в себя несколько лицеев террелабораторий. У нас лицеи террелаборатория может быть от семи человек. Вот если у человека есть интересная идея, он формируется в объективе. И у него появляется уже микрослая школа, лицеи, лаборатория. Они соединяются в научно-педагогическое объединение и идет творческий процесс. Это ассоциации. Таких ассоциаций три. Чем больше собственной мысли у моих коллег, тем они счастливее. Вот наши частные преподаватели три года работают и в производстве, и в таком техническом производстве, и в области собственного образования, ну как мы считаем. И они работают все равно с радостью, потому что у них есть главная Родина. Они ее не сдали. По максимуму работают. Это лучше, чем если бы они работали под моим диктатором. У меня такая жизнь, я где-то 90% больше работаю с так называемой окружающей средой времени. День получается реальной работы где-то вечером уже после 18 00. А так вся основная световая нагрузка именно на окружающую среду. Тем паче, что еще гости, 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 гости. Больше работаем с делами кругами, с производственниками, с политическими структурами, я лично, чем позитивный. А процессом осуществляется теми, кто конкретно находится в этих ЛПО, в этих лицах, лабораториях. И как так у нас сложилась такая интересная взаимосвязь и взаимосодействие. Вы знаете, как удивительно человек устроен. Думает, взял щекинен профессионалов и повез за собой. Ну, почему такое недоверие? Все, кто у нас в нашем коллективе, вот мы видели ансамбль песни и танцев в Абур-России, это все и химики, и биологи, и физики, и математики, и географы, и астрономы, это люди, которые занимаются собственно образовательной деятельностью, кстати, у нас это весь педагогический состав, все педагоги наши, кстати, вообще школа наша только из педагогов, у нас учащихся нет, у нас все только педагоги, если человек к нам пришел, то мы обязательно его сделаем учителем, потому что если он будет разработчиком системы, потом будет заниматься интеграцией, волей-волей учитель, и поэтому создается такая вот благоприятная установка для корректива, никто ни на чьей шее не сидит, а вот вопрос в чем тогда здесь? Ну, сегодня я на него ответил, просто в Хабаровске какие-то слухи пошли, в Владивостоке, мол, Щетинин привез профессионала, нанял там их за чекодинги, ну, это зачем так? Дети гораздо более талантливы, чем наша фантазия вообще на что способна. Вот если у нас есть фантазия, что скажем вот, ребенок может сделать ну что, летать, может, может, может он, скажем, совершить какой-то подвиг, ну, самый какой-то представьте себе, может совершить. Вот у нас недавно такой, ну, просто случай, мы решили у себя открыть школу парашютистов. Ну, нас вот как ДОСА раньше называли, сейчас так подробно называется. Ну, и вот я спросил, кто из вас хочет прыгнуть? Так, кто, 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 кто раз был, кто прыгнул на распродоведину? Вот двое себя. Ну, и все, и вот как они были, они в самолеты и прыгнули. А мой сын оказывается вообще не летал на самолете, представьте себе, вот так получилось. Младший. И он первый раз сел в самолет и прыгнул. А сегодня мы сюда летим, и он говорит, я первый раз в жизни приземляюсь. Как же так, ты летал? Он говорит, ну летать-то летал, подымался, но не приземлялся с самолетом. Потому что у нас вера в человека, она безгранична. Кстати, вот особенности коса, безграничной веры и непризнания невозможности решить проблему. Один вопрос. У вас по этимологии русского слова есть некопительный материал, невозможно ли его достать? И второй вопрос. Я очень, очень-очень хочу попасть к вам. Хоть на недельку, можно в ее виде. Вот с этого начнем, и там эти многие поговорим. АПЛОДИСМЕНТЫ просто потрясающе. Мы еще вчера на концерте были, и мы сегодня пришли уже второй раз. Потому что безумно интересно. Вчера не удалось поговорить и задавать вопросы, но сегодня более картина прояснилась. Если честно, с точки зрения как бы ну просто отношения к миру очень интересно помогает очень хорошо. И к тому же с точки зрения танцев это очень замечательная работа. Езжайте и все. Пожалуйста, организуйте. Спасибо. 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 Великое спасибо. Великое спасибо. Великое спасибо. Великое спасибо. С 86-го года. С 86-го года. С 86-го года. С 86-го года. Я ничего не понимаю, а здесь за 4 дня, за сутки сказали, мы его там брали за сутки. У меня вот такие глаза, я просто, для меня настолько удивительно. Я с таким даже еще не встречалась ни разу в жизни. Я даже за 2,5 часа. Ну вот это, а не надо. Нет, первая. Ты не спрашиваешь, не хотелось. Еще раз говорю, мы обучились в средних школах, кто-то заканчивал школу, после окончания приезжал. Мы ездим домой, мы все время... Нет, я тебе не говорю, как бы, про то, что там у нас третья школа, а у нас там школа будущего. Вот у нас школа находки, вам нужно было проехать всю Россию, чтобы попасть к нам, чтобы рассказать нам о своей школе. Ну, как бы, живем... Я вот, например, даже не знала о существовании школы будущего. Пока вот мне не сказали, я вообще не знала. Поскольку я там умной и не была, я бы никогда об этом не узнала. Вот. И вот мне было интересно с вами пообщаться. Как бы, для меня это интересно, новое и удивительно. А вот вам, как раз, что с вами не нравится. Субтитры создавал DimaTorzok